Волонтеры опросили 7 тысяч алматинцев, родителей школьников. 60% заявили, что их дети питаются в школьных столовых. Недовольные качеством школьной еды делятся на тех, кто отдает ребенку еду из дома или снабжает карманными деньгами, зачастую не интересуясь, чем именно их чадо пообедает. При этом диетологи утверждают, что около 30% школьников в стране имеют избыточный вес. Бахат Туменова, врач с более чем 30-летним стажем, говорит о том, что в наши дни более половины смертей – результат болезней, связанных с неправильным питанием. По существу чаще всего борются с последствиями любого заболевания. То есть инсульты, инфаркты, цинтирование, сахарный диабет, ампутация ног, вызванная последствием сахарного диабета, слепота – это последствия тех тяжелых заболеваний. Но когда мы говорим сахарный диабет, гипертония, а вот самое-самое, что было пусковым механизмом, что первое запустилось, что стало причиной. Бесплатное питание для учеников младших классов в Казахстане отменили в 2015 году. После заявления президента о том, что тучные времена прошли, и казахстанцы должны сами оплачивать кефир и булочки детям. Стоит отметить, что решению предшествовали громкие скандалы, связанные с недовесом и плохим качеством школьного питания. По прошествии двух лет многие родители не прочь вернуться к единой системе. У меня трое, ну двое школьников. Вот представьте, это 20 тысяч только на двоих, на питание. Бюджету я бы не сказал, что это помогло, просто есть люди, которым бы очень это помогло. Примерно где-то как минимум 5 тысяч вот так отдаешь, потому что и старшему, и старшему побольше запросы идут. В наше время нам всегда, например, в младших классах давали молоко и булочку, было прекрасно для перекуса. В 2014 учебном году горячее питание за счет казны получали 700 тысяч казахстанских детей. В Алматы на одного ученика младших классов выделялось полтора доллара в день. За эти деньги дети получали горячее блюдо, молоко, компот или чай и хлеб. Это гораздо меньше, чем стоимость операции пациентирования. Лечение инфаркта, лечение инсульта, реабилитации и так далее, и так далее, или ранняя инвалидизация, которая приведет. Вот если бы наши доблестные экономисты посчитали бы стоимость завтрака и переложили на то, что сегодня не хватает денег в системе здравоохранения, в системе оказания медицинских услуг, поверьте мне, профилактика, она всегда выгоднее, чем последствия любого заболевания. Результаты социологического опроса общественники отправят в Минздрав вместе с готовыми вариантами рациона для школьников, разработанными в Национальной Академии Питания. Дмитрий Беляков, Панан Гильгард. Настоящее время. Азия. Продолжение следует...